Добрый день! Сегодня у нас разбор вместе с рептификацией генерала Николая Дронова. Разбор данной и рептификация проводится по запросу его родных. Есть очень хорошая статья про него в Википедии, которая рассказывает о его послужной биографии, о его наградах, о его карьере. Но нет совершенно ничего о нём, как о человеке. Некоторые данные мне его родные предоставили, и опираясь на них, опираясь на какие-то данные из Википедии, у меня получилось сделать рептификацию. Но, опять же, я не могу утверждать, что она будет прям суперточная. Это моё видение. Я считаю, что я в него попала полностью. Итак, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Генерал Дронов родился 14 декабря 1897 года в городе Олексин Тульской области. В чём основная сложность рептификации таких карт? Во-первых, в том, что это до революции произошло. До революции с часовыми поясами всё было весьма проблематично. Их просто-напросто не было как таковых. И разницу во времени найти не очень легко. Но, на самом деле, проведя определённые исследования по времени, по часовым поясам, я выяснила, что в то время разница с Гринычем составляла 2 часа 31 минуту. Далее, соответственно, мы выбираем координаты города Олексина и смотрим, что же у нас получилось в натальной карте. Ну и опять же, это было больше века назад. Уже никто не знает, родился он утром, днём или вечером. Это хотя бы хоть как-то помогло. Поэтому мы делаем рептификацию полностью в течение суток. Что в этом случае сделала я? Во-первых, мы смотрим на портрет человека. На кого он больше похож, на какой знак ЗДЯКа. Естественно, это не даёт вам никакого понимания, и мне тоже не даёт, кем по знаку ЗДЯКа является человек. Но мы можем понять основные черты, какого знака у него будут присутствовать. Если мы ещё раз посмотрим на его фотографию, то я бы сказала, что основные черты у него присутствуют, принадлежащие знаку Сатурна. Сатурн нас справляет Водолеем и Козерогом. То есть я бы выбирала между ними двумя. Итак, посмотрим теперь на карту. Соответственно, у нас должно быть скопление планет либо какие-то очень серьёзные планеты, которые у нас будут показывать, что человек у нас реально Сатурнеанец. Ну, вот у нас Козерог, вот Водолей. Ничего такого сильно серьёзного здесь нет. У нас есть всё серьёзное в Скорпионе. Но на Скорпиона он не очень сильно похож. Поэтому выбираем уже насильно, либо Козерог, либо Водолей. Дальше я смотрела, где у нас расположено большое скопление планет. Целых три планеты Сатурн, Венера, Марс у нас находятся в Скорпионе. И большая задача — расположить его правильно. Судя по тому, что известно из Википедии и от его родных, основным делом жизни была его военная карьера. Ну, соответственно, если мы располагаем планеты в 10-м доме, в доме карьеры, и, соответственно, у нас становится сюда Водолей, картина приобретает более-менее понятное выражение. Дальше, соответственно, нам нужно подогнать дробные карты. Я ориентировалась, естественно, на самую основную, это Д9, на карту Д10. И, исходя из всего этого, могу предположить, что время рождения господина Дронова — это 11 часов 31 минута, примерно 50 секунд, естественно, утра. Давайте посмотрим, что же у нас получилось, исходя из такой карты. Ну, во-первых, мы можем сказать, что человеку с таким положением планет была предопределена военная карьера. Это Сатурн вместе с Марсом, находящийся в знаке Марса, в доме карьеры. Сатурн отвечает за дисциплину. Марс отвечает за военное дело. В 10-м доме, и находясь в собственном знаке, управитель 10-го в 10-м может указывать на прекрасную карьеру, на хорошее владение оружием. На хорошее владение оружием точно так же указывает сочетание Сатурна и Марса. Например, если мы возьмём другое сочетание Венера и Марс, то это будет так называемая мягкая сила, мягкое принуждение. Сатурн, находящийся в Кендре, будет указывать на то, что человек добьётся достаточно хороших высот, у него будет хорошая социальная реализация, он будет не самый главный, но один из главных. Если вы посмотрите на статью Википедии, вы увидите, что в принципе так оно и было. Какое-то определённое время это были должности, скажем, не самого первого характера, не самого первого ряда, но в дальнейшем, в дальнейшем, сделав выбор между карьерой в московском регионе и карьерой в Свердловской области, генерал Дронов выбрал именно Свердловскую область и стал там главой округа. То есть, видите, допустим, он не стал самым главным среди главных, не самый, скажем, не в московском регионе, а в другом регионе, который чуть-чуть пониже, но там он стал главным. И это уже, соответственно, у нас показывает Сатурн, находящийся вот в этом вот месте. Что ещё интересного? Интересного то, что Марс, находясь вот в этой позиции, в этом доме, образует так называемую ручаку-йогу, которая указывает нам на руководителя, на лидера, даёт просто огромные, непотопляемые жизненные силы, даёт человеку силы добиваться того, что он хочет. Ну и, собственно, Николай Сергеевич таким и был. Что мы ещё можем здесь посмотреть? Интересы, что в жизни его больше всего интересовало, оно у нас стекается в два дома. Десятый — это карьера, и одиннадцатый дом — это публичность, это награды, это признание. Благодаря чему было это признание? Его харизме, его красноречию, его интеллект, да, солнце с Меркурией. По биографии мы можем увидеть, что очень много было переездов, очень много было у него различных перемещений. Какое-то время Николай Сергеевич даже жил за границей, по-моему, в Югославии он был, он служил, и за это у нас отвечают раху в двенадцатом доме. Ну и вообще здесь находится у него интересная такая колоссарпа. Вот, все планеты находятся в этой части, которые говорят как раз о том, что на своем родном месте скорее всего он жить не остался бы никогда. То есть он и не жил потом в Алексии. Что еще может указывать нам на его военную карьеру? Луна, находящаяся в собственном доме, в собственном знаке, в шестом доме. Служение. Служение идеалам, служение обществу. И в данном случае это очередная бхава-юга, которая указывает, что его смыслом является работа, его смыслом жизни было служение обществу во имя цели, во имя великой цели. Ну, две войны мировых, я считаю, что это достаточно приличная такая цель, достаточно приличное служение. Что еще нам здесь интересно? Интересно то, что родные генерала хотели уточнить по поводу его личности. То есть по поводу его карьеры все достаточно хорошо известно. По поводу личности. Человек очень дисциплинированный, как представитель знака Сатурна. Как любой вдалей, человек достаточно широких взглядов, поддерживающий какие-то новшества, инновации, стремящийся к переменам, стремящийся к высоким идеалам, верящий в то, что добро должно восторжествовать, верящий в то, что люди могут придерживаться норм морали. В то же самое время знак Сатурна, к которому он относился вдалей, он указывает вместе с Меркурием, находящимся в 11 доме, указывает на то, что, скорее всего, у человека был не один брак, а два. Родные это подтверждают. Брак у него был на самом деле два. И учитывая то, что Меркурий аспектирует свой собственный дом, пятый дом, дом Флирта в том числе, я бы сказала, что этот мужчина не был обделён женским вниманием. Его женщины, которые его всегда привлекали, они должны были обладать некой харизмой, они должны были быть очень красивыми. И в пользу этого говорит пятый знак, знак Льва, находящийся в 7 доме. Это говорит о том, что он, в принципе, мог даже жениться на женщине очень творческой профессии, например, на актрисе. Таковой была его вторая супруга, очень красивая, очень артистичная. И как понять, что брак на самом деле у него должен был продлиться? Ну, у всех, у кого Сатурн влияет на седьмой дом, помимо того, что два брака чаще всего, либо, может быть, и один брак, конечно, в данном случае их было два, второй брак, он очень длительный, бывает навсегда. Значит, если мы посмотрим на карту Д9, на карту Д9, то мы увидим, что его супруга должна была обладать на самом деле ярким характером, огненным таким характером. И этот брак должен был принести ему счастье. Ну, что первое, что второй брак здесь, на самом деле, это карма брака. Человек должен быть очень семейный, человек, который счастлив вместе с женщиной, то есть не одиночка. Это указывает положение вот здесь вот Луны, а здесь Юпитера. И то же самое Венера и Меркурий рядом с первым домом, который окружает первый дом, образует Шубхакартари, такую комбинацию, которая будет указывать на то, что здоровье у него было незаурядное. прожил Николай Сергеевич достаточно долгую жизнь. И я так понимаю, что со здоровьем у него всё было хорошо. А значит, что ещё можно сказать? Ну, то, что Меркурий даёт аспект на собственный дом, обещает ему детей. Да, с детьми всё должно быть хорошо. Можем посмотреть, например, Д7. Ну, в Д7 здесь находится Юпитер. Указывает на то, что детей, в принципе, не сильно много будет. По-моему, у него было двое детей всего. Что ещё есть из интересного? Из интересного, например, Д10 карта, которая нам опять же указывает на принадлежность к военной карьере, на возможность военной карьеры. Да, Марс в первом доме. Сатурн в Десятом как дисциплина и как возможность занять руководящую должность. Вот. Если мы вернёмся к Д9 карте, то здесь мы опять же видим влияние Сатурна на дом брака. То, о чём я и говорила. Вот. А что ещё? Ну, в данной карте всё достаточно интересно. Какие-то определённые моменты я уже буду рассказывать родным данного человека. А так вашему вниманию хотела представить то, как возможно восстановить время рождения и как возможно восстановить практически жизненный путь человека. На этом сегодня мы закончим. Спасибо, что были со мной. субтитры и субтитры субтитры и субтитры